Приветствуем вас, уважаемые друзья! Ассаляму алейкум! Многие из вас удивятся, если услышать, что мусульмане открыли Америку задолго до Колумба. Это невероятно, но факт. Мусульмане прибыли в Америку четырьмя различными путями. Сначала как исследователи, а затем спасаясь от Испанской Инквизиции, далее в период колонизации Африки и, наконец, во время волны эмиграции во второй половине 70-х годов XX века. Все случаи, кроме первого, хорошо известны и не вызывают сомнений. В этом видео вы познакомитесь с историческими фактами, свидетельствующими о том, что мусульманские исследователи побывали на американском континенте за многие столетия до прибытия туда экспедиции Колумба. Арабский историк Абульхасан Аль-Мас'уди, живший в X веке, описывает, как путешественник родом из Андалусии, Кордовы, преодолел океан, вышел на берег материка, расположенного напротив, и вернулся с ценными трофеями. На карте Аль-Мас'уди уже можно было наблюдать американский материк. Другой исследователь Абу Райхан Аль-Бируни, живший в XI веке, составил карту, на которой присутствуют южная и северная части Америки. Гений географии XII века Мухаммад Али-Дреси описывает путешествие «за океан», которое продолжалось в течение 31 дня, а также то, как павшие в плен мусульманские мореплаватели были спасены аборигеном, владевшим арабским языком. Следует обратить внимание, что все из вышеназванных мусульманских ученых жили задолго до того, как Колумб прибыл в Новый Свет в 1492 году. У Колумба была копия работ Али-Дреси, где упоминалось открытие нового континента восьмию мусульманскими исследователями. Может, поэтому на известной карте, составленной Перереесом, в 1513 году, то есть спустя 20 лет после того, как Колумб достиг Америки, американский материк присутствует во всех его деталях. На карте Перерееса, турецкого адмирала и большого любителя картографии, изображены, причем по мнению ряда исследователей достаточно точно, реально существующие, но неизвестные на момент ее создания географические объекты. В частности, в глубине южноамериканского континента изображены Анды, до открытия которых оставалось несколько десятков лет. Показанные у побережья Южной Америки острова хорошо идентифицируются с Фолкландами, также открытыми лишь во второй половине XVI века. Также следует отметить, что несколько членов команды экспедиции Колумба были из мусульман. Они выполняли функции переводчиков и делали некоторую другую работу. Во время первого путешествия Колумба с ним были два капитана мусульманского происхождения. Одного из них, капитана Пинте, звали Мартина Лонса Пинзон, а другого его брата, капитана Нини, звали Висент Янекс Пинзон. Они были достаточно состоятельными людьми и помогли оснастить корабли Колумба, а также починить его флагман – корабль Санта-Мария. Семья Пинзон была связана с Абу-Заяном Мухаммадом III, султаном Марокко из династии Маринидов, правившей с XII по XV века. 21 октября 1492 года Колумб отставил запись в своем дневнике о том, что проплывая мимо Гибаре на северо-востоке Кубы, он видел мечеть на вершине Прекрасной горы. Версию существования этой мечети не оспаривают и кубинские власти. Руины мечети и миноретов с высеченным текстом аятов Корана были обнаружены на Кубе, в Мексике, Техасе и Неваде. В своей книге «Сага об Америке» доктор Барри Фелл отмечает, что люди на юго-западе Пимы обладали словарем, содержащим слова арабского происхождения. Доктор Фелл также сообщает, что в Калифорнии есть скала, на которой высечена по-арабски Иса бин Марьям, Иисус сын Марии. В Неваде, Колорадо и Нью-Мексико доктор Фелл обнаружил остатки существовавших здесь когда-то исламских учебных заведений, мадресе. Таких свидетельств в присутствии мусульман на американском континенте великое множество. Отрицать их бессмысленно, но и принять не дают сложившиеся стереотипы. Остается только надеяться на развитие современных информационных технологий, посредством которых некогда забытая информация становится доступной широкой общественности. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий и нажать на колокольчик.